приветствую вас друзья из солнечной армении сегодня я вам представляю вот такой вот вариант я не знаю можно назвать пирогом или бисквит но тут кисломолочный бисквит такой несложный я бы даже сказала проще простого все ингредиенты самые доступные как всегда все делается очень легко а все подробности для хорошего результата конечно будут в процессе как всегда форму подготовить нужно заранее потому что наше тесто жидкое ждать не любят там сода начинает гаситься поэтому все подготовим кстати вы можете использовать обычный противень просто у меня противень слишком большой для этого теста поэтому у меня вот такая вот рамка разъемная форма так как у моей формы не тут нам я буду его делать с помощью фольги два кусочка фольги я склеиваю растительным маслом если вы печете на противне тогда просто используйте пергаментную бумагу и все друзья я всегда советую когда делаете тесто на соде и на разрыхлителе использовать ингредиенты в теплом виде минимум комнатной температуры но желательно чтобы были теплее скажем яйца положить в теплую воду на несколько минут а кисломолочные продукты разогревать на огне но сегодня я все достала из холодильника будем все разогревать в процессе у нас будет водяная баня в миску вливаем горячую воду у меня вода приблизительно 60 градусов палец не поддерживает этой температуры и помещаем сюда нашу миску для работы для теста вбиваем в миску 4 яйца весом 50-55 грамм без скорлупы добавляем немножко больше полторы стакана сахара объем стакана 250 миллилитров когда яйца уже в миске желательно их надолго так в этой теплой среде не оставлять особенно если стеночки вашей миски для теста тоненькие просто нужно быстренько добавлять сахар и начать работу получаем вот такой пышную светлую массу кстати сахар хоть и полностью не растворяется но крупинок остается чем лучше сейчас мы растворим сахар в этой массе тем меньше будет на поверхности нашего бисквита влажной корочки тут прямая связь добавляем также два стакана кисломолочных продуктов любых у меня мацун можно также сметану кефир классический йогурт как вам угодно или можно смешать получить смесь я знаю что многих так и тянет добавлять соду прям в кисломолочные продукты погасить предварительно но знаете что этого вообще никогда делать не нужно опять же у меня есть видео где я и об этом тоже рассказала как уже сказала ссылка будет под видео затем идет 150 миллилитров растительного масла как вы заметили я тару не снимаю на водяной бане оставляю до конца и кстати да у меня тара соприкасается с водой добавляем муку с первой партии также пойдет полторы чайные ложки соды также щепотка соли если у вас ванилин добавьте вместе с мукой если ванильный сахар тогда вместе с сахаром если ванильный экстракт добавьте прямо сейчас до добавления жидких ингредиентов несколько раз стучим по столу чтобы упрать большие пузырьки из нашего теста и отправляем в заранее разогретую духовку. Температура 200-220 градусов. Нагрев вверх-вниз без конвекции. Прошло 16 минут и у нас уже все готово. Готовность проверяем либо нажатием, бисквит должен быть упругим, либо можно зубочисткой, она должна выйти сухой. А вы знаете, чем толще будут стеночки формы любой, тем роднее у вас получится выпечка любая. Закрываем наш пирог для того, чтобы он не высох, и оставляем остывать на некоторое время. Не очень долго. Хотя можно подать и прямо сейчас. Просто чем больше отдохнет, тем лучше потом будет разрезаться на две части. Нам будет легче. А тут, друзья, можно использовать совершенно любой джем по вашему вкусу. У меня яблоки со сливами, с приятной кисленькой, очень люблю. Также можно использовать любой крем, можно и заварной. Так тоже оставим на несколько минут, всего на несколько. И вернемся, продолжим. Для чего мы делаем все это? К чему нам температура продуктов так важна? Дело в том, что чем теплее у нас в итоге получается тесто, благодаря теплым ингредиентам, тем меньше получаются корочки на выпечке. И, конечно же, тем легче у нас выпечка поднимается. Об этом и о многом другом, о работе с тестом на соде и на разрыхлителе с ответами на все вопросы вы найдете у меня на канале. Ссылку оставлю под видео. Итак, друзья, мы свою работу закончили. Я думаю, результат вам понравился. Все мы любим иметь в арсенале вот такие вот простенькие рецепты, которыми можно угостить и гостей, и своих родных, и свою семью. Позовите всех к чаю. У нас пирог уже готов.